Московская «Динамо» в этом году главный возмутитель спокойствия в премьер-лиге. К концу сезона, наверное, не осталось такого клуба, который бы не признал взрывную способность подопечных Владимира Штама. Помятуя об этом, Спарта из Видного уже в первой игре в Крылацком решила не откладывать мысли о полуфинальной серии в долгий ящик. Несмотря на то, что оторваться от хозяек получилось лишь во второй половине, результата этот факт не испортил. 83-64. И главное удивление, пожалуй, это два очка Кристи Толивер, которая на себя не была похожа в тот вечер. 19 баллов надежной Дюпри смотрелись куда убедительнее. Мы начали не спеша. Я думаю, что мы сыграли хорошо в защите. Во втором периоде мы сыграли более агрессивно, что и подтвердило окончательный счет. Тренер нашла нужные слова, все сказала, кто есть, что на самом деле, кто мы вообще и как. Ну и потом начали уже включили, как говорится, мозг на 100%. Мы начали играть в свою игру спокойно, не торопляясь. А вот вторую игру баскетболистки из Видного еще долго не забудут. 24-13 после первой четверти. У Толивер летит все. А Динамо разгоняется так, что кажется, девушек из Крылацкого уже не остановить. И тем не менее, в каждой паузе, в каждом овертайме по сторонам то и дело слышится. Ничего-ничего сейчас прибавят. Ничего-ничего сейчас поднажмут. Но долгожданного спорта не происходит. А Покетчетман молча и безрадостно наблюдает за тем, как Ленхорн в очередной раз в одиночку проходит всю оборону Спарты. В составе которой в тот вечер нашлось лишь два результативных игрока. Марина Кузина и Симона Гастус, набравшие на двоих 35 очков. Обе, по иронии судьбы, бывшие Динамовки. Однако их стараний на всех явно не хватило. Итоговый счет 72 на 85. Уверенная победа москвичек. У Криста Ленхорн дабл-дабл. Я не знаю. Я думаю, что мы сегодня показали просто хорошую игру и отработали в защите. У нас нет секретов. Просто усердно играли, собрались и показали то, чего от нас ждали. А нам уже как бы терять нечего, потому что мы дома умудрились прыгать 20 очков. И процент попадания, я думаю, сегодня делал. У девчонок Спартака сегодня не все пошло в плане бросков. А у нас наоборот. То есть мы поменялись местами немножко. Но самый нервный триллер был впереди. Решающая третья встреча поменяла главных героев. Но началась она так же, как и в предыдущем матче. Динамо убегало в отрыв. Спарта пыталась как можно скорее догнать поймавшего кураж соперника. Это был вечер Ирины Соколовской, у которой летело все. Притом Ира успевала и в защите. Настолько увлеченные блокированием американок видно в Чанке, то и дело забывали про Соколовскую, которая, похоже, всерьез нацелилась на попадание в состав Олимпийской сборной. А тут еще и молодая динамовская поросль добавляет. В воздухе запахло сенсацией, которой, правда, не суждено было состояться. Как черт из табакерки в конце первой половины выскочила Лена Скерович. После нескольких удачных проходов ее трешка с финальной сирены второй четверти словно бы разбудила напарниц по команде. Во второй половине Шкера продолжала забрасывать сумасшедшие мячи, забыв о том, что в предыдущей игре по всем пунктам имела унылые баранки. А Симона Гастус настроила таки прицел, и динамовки в одно мгновение оказались уже в роли догоняющих. А в начале финального отрезка судьи отправили москвичек на второй тайм-аут подряд, что лишило их возможности взять перерыв до конца игры. Ну, нас судьи подошли, позвали, и, видимо, они так позвали, что никто из нас не услышал. Ну, и они подумали, что раз мы не хотим выходить на площадку, решили дать нам еще один тайм-аут в своей, так сказать, инициативе. Он утверждает, что он предупреждал нас несколько раз из-за того, что мы задержались на скамейке и не вышли вовремя, он нам засчитал тайм-аут. И если следовать духу правил, а не букве, то зачем это? Ну, для чего ты делаешь это? Всепопадающая Соколовская почему-то села на скамейку в конце третьей четверти и появилась лишь в конце четвертой. Хотя даже невзирая на это, осталась самая результативная в своей команде, набрав, как и Скерович, 21 балл. Но сопротивляться было уже поздно. Серьезно намучившись, Видное отправилась в полуфинал. Очень хорошо, что мы смогли переломить их сход игры после второй половины, после второй половины, да? Вот, и... Но было тяжело. Команда хорошая, Динамо, вот, особенно когда у них начинают лететь все броски, это, конечно, абсолютно обезоруживает, руки опускаются. Приходится очень много себя настраивать, мобилизовать, чтобы найти себе силы и играть дальше. Нет, ну подождите, мы играли, сегодня объявляли, мы играли с четырехкратным, с двухкратным, с многократным, с чемпионкой мира, с бронзовым призером. А у меня в команде на сегодняшний день пять человек, которые в начале сезона...